Друзья мои, я бы хотел сегодня рассказать о тех ружьях, которыми ими удовольствие пользовался и владеть Итак, история ИШ-54 уходит в далекие послевоенные годы Скажем так, свое начало, наверное, ИШ-54 берет с модели Заур-8, с которого делали ИШ-49 Который, наверное, максимально копировал Заур Но модель не очень долгое время выпускалась И в 1954 году было начато производство ИШ-54 Ну, собственно, название от года идет у нас Ружье производилось 15 лет За 15 лет проходила не одна модернизация его В моем случае у меня в руках ружье 1966 года Надо сказать, что они производились до 1969 Поэтому буду говорить о том ружье, которое у меня в руках в данный момент Данное ружье имеет цветную калку на колодке Имеет хромированные стволы, каналы стволов и патроники Значит, что характерно для оружия Патроник данный 54-70 Традиционный чок-получок в стволах Ружье имеет такой ползунковый предохранитель Два курка Имеет индикаторы взвода курков Дальше Разбирается традиционно Цевье отделяется Чем интересна данная модель? Вообще, 54-ка славится тем, что Про него многие говорят, как достаточно надежное ружье На самом деле это так Поскольку крепление ствола на колодке происходит тройным запиранием Болтом гринера и на раме перде Таким образом это у нас все запирается и очень надежно фиксируется Вставляется цевье Ружье собрано Достаточно простая операция и очень надежная конструкция По истечении многих лет, если мы можем найти еще такие ружья Они, как правило, даже не имеют шата При значительном настреле Про 54-ку можно сказать, что вообще данное ружье при разработке В него был заложен большой ресурс И производителям задекларировано было 7500 выстрелов Но по факту, по факту, ресурс этого ружья значительно его превышает То есть известно, когда ружье испытывалось навеской пороха Ну, то есть это было не бытовое испытание Оно проводилось на заводах, в специальных условиях Навеска пороха значительно превышала рекомендуемую Составляла 7 грамм сокола на 35 грамм дроби И ружье на третьем выстреле только дал сдутие в стволах Ну, то есть, что говорит о значительном ресурсе данного ружья Я имею удовольствие охотиться с ним, наверное, последние года полтора Ружье в целом меня всем устраивает Вес его порядка 3,5 килограмм Для меня оно достаточно прикладистое Имеет резкий бой Достаточно хорошо бьет на дистанции В принципе, еще здесь надо учитывать, наверное, правильно подобный патрон Для каждого охота, все-таки, этот комплекс надо подбирать отдельно В принципе, дистанция выстрела от 35, я бы сказал, до 70 Для этого ружья, я думаю, вполне себе нормальная рабочая дистанция Вот такое ружье мы можем видеть Оно в достаточно хорошем состоянии Повторюсь, меня оно очень устраивает И по бою, и по балансу То есть, в целом, очень хорошее Старое ружье Хорошо сохранишься Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...